Существует мнение, что ровно 167 лет назад в монастырь, где находилась икона с поручницей грешных, пришла купеческая жена Почопина с двухлетним сыном, страдающим припадками. Женщина попросила служить молебен. Молебены служили, и ребенок выздоровел. После этого случая от иконы последовали и другие знамения. С тех пор образ иконы Божией Матери в Николо-Одринском монастыре стал считаться чудотворным. Особенно икона с поручницей грешных прославилась исцелениями во время эпидемии холеры, бушевавшей в 1847-1848 годах. Ежедневно к чудотворной иконе преподают десятки и сотни верующих, ищущих исцеления от различных болезней. Многим семейным парам образ Божией Матери помогает обзавестись детьми. Сейчас монастырь потихоньку строится и восстанавливается. За все это время, благодаря помощи понимающих людей, сделаны ремонты во многих помещениях. Все это, по словам Матушки Марьям, заслуга православных святых и верующих прихожан. Но Матерь Божия такие чудеса творит нам. Сама все строит. Разве это я? Это все она и Николай Игодничек. У людей нет детей по 16 лет, по 20 лет. Она дает. Люди нас благодарят. Вот за это мы и строимся. Люди нам помогают. И храм начинает нам строить большой собор Николай Игодничек. Уже фундамент заложили, первую часть, другую готовимся. Люди добрые. Дранников и Артамонов. Умножь им, Господи, в тысячу крат. Проходя по ухоженным дорожкам монастыря, чувствуется, как все кругом пронизано верой. Намоленные места спасают прихожан от нечисти. А колодезная святая вода из лубинного источника не только утоляет жажду, но и помогает в исцелении. В этом уникальном священном месте, вдали от мирской суеты, творит чудеса образ иконы Божией Матери. И поток просящих и молящих у спорочности грешных, наверное, не истякнет никогда. У Бога всего много, а без Бога нет ничего. Желаю вам всем верить, молиться, венчаться, креститься и ходить в храм, соблюдать посты. И возродится наша Россия. Молитесь все, Матери Божией, она наша заступница. Игорь Мерчук, Дмитрий Комаров, События, Карачевский район.